Возможно, придет и время, и кто-то, наверное, скажет, что там были люди. Ну, если мы возьмем того же Федора, я почему-то думал, ну, боец и боец, да, то есть вот так сложилось. Что реминиально. Да, и однажды нас попросили сделать, я даже не помню, просто интервью по поводу, там, вот этой системы разрядной, и мы приехали в школу, вот там, на Сахалинке, и Федор демонстрировал технику, ну, как-то, Сергеевич, что показать? Ну, любимый свой тип. И когда он начал показывать, показывал как раз нашими ребятами, с учениками, и Дима Герасимовна сказал, Сергеевич, ну, я с разными спортсменами стоял в спарринге, Ну, прошел-то, в общем-то, так немало, поездил по белу свету в лагерях, он говорит, ощущение, как будто что-то, то есть когда он выполняет технику, то есть что-то такое космическое, да, то есть человек такой импульс, то есть бросок, как удар, то есть он какой-то такой стремительный, мощный, Я это просто ощущаю, как меня уносит. Это вот, скажем, изнутри, да, вот эти ощущения, то есть человек себя нашел, человек себя создал, безусловно, этому способствовали тренеры, специалисты, которые привлекали, Но с точки зрения вот такой своеобразной иконы, там, с сегодняшнего времени, на которую реагируют, там, иностранцы, они его узнают, и, то есть у них, у них ассоциируется саба именно с Федором. С Федором, и, ну, в этом ничего плохого нет, я просто знаю Федора, это очень интеллигентный, очень воспитанный человек, всегда приветлив, не скверного слова не скажет, Но плюс те достижения, скажем, спортивные, какие-то вот эти боевые, наверное, наверное, вот, к сожалению, занимается там ММА, продвигает ММА, но если к нему Федерация обращается с тем, чтобы какие-то проекты поддержать, он никогда не отказывает. Спасибо.